Очень были популярны, собственно говоря, подстаканники. Здесь мы нас тоже представим. Подстаканник 1875 года с гравировкой подъем англо. Причем подстаканники настолько были интересны, что по все время выходят из моды. И все прекрасно знают, что в поездах, когда на дальние расстояния едешь, обязательно подадут чай именно в таком-то стаканнике вместе со стаканом. В самоварах всегда выступал заварочный чайник, который мы с вами видим именно на самоваре. Его сверху прикрывали специальной, как называемой, куколкой, чтобы заварка лучше и лучше, естественно, заварилась. Здесь вы можете увидеть отдельные предметы, связанные с крымской татарки, с татарским бытом 20 века. То есть здесь представлены кофейник медный, вы можете увидеть, чайник, кувшинчик. Здесь этот напиток, кофе, прочно входит в жизнь уже к 20 веку. И здесь, конечно, наиболее распространенный был напиток – это кофе по-крыски. Ну и здесь вы можете увидеть отдельное описание, связанное именно с этим кофе. То есть этот кофе предполагалось очень густой, черный делать и с большой такой насыщенной перкой, которую обязательно можно было сделать в стакане. То есть здесь использовались различные предметы для приготовления кофе, и прежде всего это джазвера. Такая кофеварка с длинной ручкой. Продолжение следует... Продолжение следует...